и всем привет дорогие друзья меня зовут михаил вы на моем развлекательном канале и я сделаю может быть уже запоздалый поскольку наверняка многие видели и игру и обзоры какие-то по ней еще со времен беты но я решил поделиться своим мнением своими впечатлениями игры и так sim city 570 2013 называйте как хотите спустя 10 лет после выхода предыдущей части sim city 4 да по-моему или sim city 4 со сайт из какой-то из них я в них не играл если честно и последний вообще сити в который я играл можно сказать я играл неосознанно фактически даже да можно так сказать потому что это было в школе когда я учился наверное еще классе в пятом у нас были макинтоши у нас был компьютерный класс нас были макинтоши там был sim city наверное 3000 я предполагаю вот так что я сужу эволюции серии начиная с того момента и имея то что мы имеем сейчас я конечно вчера играл долго и упорно построил большой город построил второй город поменьше и я начну наверное еще один вот здесь чтобы просто показать как начинаем с нуля и наверное потом сделаю небольшие врезки из того что у меня получилось в других регионах чтобы вы могли видеть до чего можно дорасти ну и конечно что наверное не ускользнуло от вас если вы уже смотрели геймплей по этим частям кстати можно видеть мой другой город там и еще один мелкий поселок на другой стороне шахтерский городок в общем игра больше заточена под мультиплеер и в одиночку играть здесь не так интересно другое дело что насколько я понял сейчас глядя другие видео на ю тубе есть некоторые проблемы с копом но это же дело исправимое поправимое и давайте начинается город чего с дороги все правильно проспект протянем небольшой проспект сразу куда-нибудь вот сюда хотя это было бы нелогично это очень дорого я столкнулся с тем что когда стрел шахтерский городок мне пришлось брать кучу займов лучше протянем обычную дешевую дорогу две дороги еще одно отличие кстати во всех предыдущих частях серии нельзя было делать дороги разной формы здесь вы можете делать как скругленные так и вольной кистью рисовать все что захотите и скажем здесь у нас будет потом прямая и самое главное теперь можно строить круговой город город который у меня находится вот там он как раз построен по беспорядочному принципу я так сказал у меня там есть и по виню который перпендикулярно друг другу так и просто изогнутой кривой улице так очень удобный инструмент квадрат можете любой формы задать отлично очень удобно и самое еще главное появились вот эти подсказки которые позволяют нам делать одинакового размер квартала очень удобно но не всегда работает правильно иногда бывают проблемы но правда и от них можно избавиться это не так сложно кажется на самом деле раз покликали в другое место и все у вас получится игра вообще довольно быстро догадывается чего от него хотите так вот так вот я сделаю и здесь запихнем симов нажали control и он сразу выделяет области так вот это странно я что не довел дорогу не довел мне нужно прямоугольная все вот у нас уже сим симы закладывают первые домики трейлеров что нам нужно я наверно сейчас выскочу на секунду в регион и нам нужно покупать электроэнергию кажется как это можно делать нет как это можно было делать эти воду соседей ну что у меня там недостатка воды и тут недостаток воды так не бывает плата не будем терять время симу скоро понадобится вода так что где у нас много воды еще одно отличие не нужно больше тянуть трубы я воткнул что здесь то есть дороги сами служат трубопроводу следующий шаг энергия но поскольку я не планирую здесь большое поселение мы воткнем просто ветряки не знаю где у нас повышение скорость ветра но везде приблизительно одинаково тогда значит воткнем где-нибудь вот тут электроэнергия пошла вообще конечно поскольку в другом городе я уже развился до атомной электростанции я могу сразу бахнуть ее тут но к чему к чему у меня и денег на нее нет теперь симом нужно где-то работать ставим им промышленную зону как нибудь вот так вот он уже сам подсказывает как нам размещать но мы-то знаем что нам нужно размещать по-другому и например вот как то так тут у нас будут промышленная почему не хочет растягивать и зонирование теперь стал бесплатным то есть если раньше зонирование стоило каких-то денег теперь она бесплатно симы на свои деньги строят дома и занимаются ну и наверное давайте сделаем вот тут небольшой торговый район у нас конечно уже идет небольшой убыток над из-за того что пока еще не началась такое производство вот сразу у нас пошли доходы от налогов так я не уверен вот сколько нам нужно жить лишь чтобы сделать городской центр необходимой энергии а что энергии недостаточно что-то я не понял и он работал охота на что надо немножко ускорить времечко почему не хватает как так-то в чем проблема а вот-вот-вот-вот-вот-вот смотрите слышите эти щелкающие звуки пошел ток провода вот вот теперь мы можем построить холл где у нас будет заседать мэр и я думаю вот тут вот тут да давайте наверное выберем налоги сразу можно где-то 11 процентов смело ставить симы не будут жаловаться название я не знаю старые щеки умея старые ущеки есть все щеки просто ищешь новые ущеки это будет старая нравится мне это все название вот собственно нас и мы начинают приносить нам доход они нам платят налоги и промышленность нам приносит тоже неплохие деньги что собственно нас торговая зона теперь можно увеличить жилых зоны да давайте наверное уже будем получше дороги сразу тянуть коль скоро нам это средство позволяют например полукругом да вот так вот а нет нет не так нет что что я же отменил срочно так свободная кисть и вот такие дороги тут уже как видите нет подсказок поэтому я постараюсь от руки нарисовать нечто подобное правда потом подсказки начинают появляться вот как ты там и теперь здесь мы тоже напихаем домиков другое дело что симом конечно не очень будет нравится жить рядом с заводами но мы сейчас посмотрим какую сторону у нас дует ветер где тут ветер то я моего вот иконки мелковаты честно скажу грязнение почвы карты ветра ветер дует в ту сторону так что от всех этих промышленных зданий у нас туда будет уходить так что мне все равно что называется другое дело что этот ветер будет нести все в мой второй город но тут у меня не но хотя было бы логично разместить строительные всякие промышленные кварталы где-нибудь тут мне кажется или музыка громковата нет так что у нас тут недостаточно потребителей товаров да вот вам потребителей сколько можно давайте нужно улучшить дороги все эти делается очень просто здесь есть специальный инструмент сразу улучшаем хотя это и стоит довольно много но есть один нюанс только есть несколько видов есть вот такие улицы а есть проспекты с проспектами все сложнее они имеют большее количество полос и вы не сможете сделать из улиц проспекты потому что тогда вам придется сносить здание так сейчас я их все лучше вот так вот так и еще довольно неудобно то что приходится вот так каждый отдельный участок то есть чем больше у вас дробление тем сложнее и я даже сталкивался с тем что у меня из-за того что маленький вот такой участок не был построен у меня везде были пробки потому что именно в этом конкретном месте пропускная способность улиц была ниже и они там все встревали так что тут во первых я заметил что у нас тут симы что-то хотят если мы достигнем цифры в 2500 жители то сможем получить статус маленького города и разместить сити холл у нас есть сити холл но давайте поселим больше людей он нам денег обещал у нас проблемы с канализацией тем временем так что давайте разместим я не знаю где куда-нибудь вот сюда сейчас я это все вытяну нет не так нет не так да я же отменил ну ладно они отстроятся заново да это не проблема так вот сюда и тут у нас будет вот тут у нас будет вот все канализация потекла сюда мне конечно был стоил немножко получше это все спланировать но давайте продолжать тем временем строить что у нас еще может нам понадобиться вот кстати вам пожалуйста вот вам дорога не улучшена нам нужно увеличить стоимость земли как видите только здесь у нас какое-то продвижение пошло к тому же они вот сим уже хотят больницу а здесь все живут по-прежнему в таких маленьких домиках в трейлерах и хибарах поэтому такой город нас не устраивает давайте включим карту стоимости земли вот она кажется вот самая высокая стоимость земли здесь рядом с ратушей так что мы будем это продолжать стоимость земли можно повысить одним очень действенным способом размещать парки самое верное решение поставить здравиную парковку давайте сделаем это где-нибудь вот тут и сразу по всему городу волна радости прошла так и кстати как то насчет стоимости земли правда стоимость земли не сильно увеличилась им нужно на второй уровень давайте разместим спортивная какая-нибудь это очень дорого дешевле ничего нет вот скейт парк например пусть народ развлекается вот сразу волна радости и вот ребята сразу стали улучшать дома видите так что у нас тут кому-то нужна больница была она стоит довольно дорого но это мера оправдана без больницы у вас ничего не выйдет давайте разместим ее где-нибудь вот здесь и сразу отправимся в модернизацию еще одна очень приятная вещь которая появилась в сим-сити можно не обязательно ставить кучу мелких зданий вы можете улучшать какое-то одно правда видите это требует места и например вот тому симу не повезет потому что я его сейчас выгоня тут у нас кто-то уже поранился а у нас не было клиники все это повышает уровень жизни на самом деле видите здесь тоже в окоп клинике образовался более высокой стоимости и вот сразу они уже привезли симов уже пять центов там лечится вот у нас улучшается торговый район ну давайте пока у нас здесь не сильно все еще хорошо давайте попробуем что такое недостаточно потребителей да ему вечно не хватает жителей давайте разместим здесь нет рядом с сити холлом не надо ничего размещать а вот здесь например на въезде мы разместим торговую зону рядом сити холлом лучше оставлять место потому что вы будете его улучшать и вам нужно будет навешивать сюда разные модули к которым будет не хватать места ух я знал что у меня дорога не улучшена как как же так улучшить вот собственно вот у нас появляется новое здание всякие там пончики что такое больше рабочих мест ну больше так больше как скажете давайте возьмем прямоугольник и вытянем еще вот сюда теперь возьмем полукруг и нет не так как-нибудь вот так и вот тут мы по прямой сейчас подведем дорогу так и здесь мы поставим еще им вот это все будет бизнес как это промышленное производство вообще на самом деле у меня помнится было очень много рабочих мест в том городе красоте даже на размытии вот единственный минус да я вам пока оно показывается так все размыто но это довольно неплохо вообще игра очень не требовательна к системе как оказалось и это приятно приятно так но вокруг city hall я тут место оставлю и давайте попробуем повысить им еще немножко уровень жизни нам нужно например выберем специализацию давайте какую-нибудь специализацию не знаю там выставочный центр дорого и горный бизнес почему коммерческих зданий нет ну и все остальное понятно мы не хотя лучше для шахтерского городка сгодится для бурения но здесь нет нефти так что это невыгодно готов работать за еду да вы издеваетесь у нас неплохо с деньгами давайте тогда что будем увеличивать город в эту сторону просто напросто что-то думает автобусы ребята хотят ну до автобусов еще рановато город маленький успеется так так вот почему у меня все время не улучшенные дороги обнаруживаются как можно сказать вроде я все улучшил и сразу же вот здесь у нас будут жилые дома здесь у нас будут жилые дома а тут у нас будет торговая зона и нам нужно что-нибудь им для радости где у нас тут стоимость вот тут вот совсем чуть тухло все да обстоят дела давайте баскетбольную площадку подкнем кто-то самый недоволенный ну как-нибудь так да чтобы захватить побольше так вот эти господа что-то не спешат но они постепенно у них растет а эти вот уже смы а это потому что торговый район понятно ну давайте им еще забацим футбольное поле оно весь город порадует так что у нас кстати энергии это как у нас хватает где тут энергии ну да пока что хватает но у нас излишков всего 1 мегаватт так что можно ай не то не то не то вот так вот улучшаем можно поставить сразу еще один здоровенный ветряк мне кажется я так и сделаю в общем ставить много мелких вот а здесь можно поставить мелкие деньги нам это позволяют вот ну вот сразу 6 стало афетриная электростанция конечно не самый лучший вариант но вот примерно так мы начинаем постепенно все это развивается им нужно конечно потребности ущема все время растут давайте вот к нему мы кстати школу где-нибудь например здесь в школе тоже кстати понадобится много места под модули ставим школу и автобусные остановки зеленым выделяется зона в которую симу готовить пешком так что то здесь где-нибудь где-нибудь тут вот тут вот тут вот тут на перекрестке на этом перекрестке и на этом перекрестке ну и в центре еще вот ладно говорили давайте еще и тут вот теперь у нас куча будет учащихся это должно еще повысить им уровень жизни вот уже видите здесь более высокая стоимость давайте порадуем их еще чем-нибудь аллей какой-нибудь ну например сейчас посмотрим так под стоимостью что у нас это так высокая пожарная станция ну конечно как я мог забыть все любят пожарные станции но давайте ее разместим где-нибудь поближе к промышленным кварталам потому что там будет больше всего пожаров во-первых нам нужно колоколь goinем во-вторых нам нужно больше пожарных моделей модный сужа пожар собственно говоря о а о саже что может странно такс тем временем кстати у нас наверное есть возможность разных налогов нет пока еще нет ну что у нас с количеством студентов 0 учащихся как-то а в ночь они не успевают как не успевают вот же тушит покинуто здание причин пожара задания сносим и тут сносим все это надо сносить все что сгорело наносить нести потому что это только усиливает вероятность новых пожаров они отстроят новые потому что зонирование уже распределено на этот счет можно не переживать что такое мусор конечно мусор насущная проблема нам нужны мусоросборники разместим их где-нибудь вот здесь вот этим симом конечно все это не нравится потому что это к ним близко находится но ребята извините поставим пока что парочку собственно вот и давайте продолжим зонировать вот то о чем я говорил казалось бы он понимает что я хочу но не до конца а вот так понимает слишком близко нельзя проводить через здание а стадион мешает тогда сделаем просто вот так вот собственно вот мусоровозы поехали наши ё-моё вы посмотрите как тут все выгорело нехватка нехватка мест для сбыта товара нужно поставить им товарный склад а для этого нужно идти в специализацию торговли где-то торговли вот товарный склад давайте разместим его где-нибудь это что такое тут какие-то склады у нас располагаются давайте вот тут поставим товарный склад и все им сразу радости привалило так эти дамы можно посносить коль скоро они покинуты так и на раз уж мы тут сделали новые дома нам нужно больше автобусных остановок нет переполнены значит нам нужно улучшить школу ставим моим еще одно здание а также дополнительный автобус вообще как ведь это довольно дорогое удовольствие я быстро лишился всех денег пожарная уже во всю душу дом как у нас еще улучшение недоступно нет 5000 жителей нам нужно вот уровень образования у них растет давайте посмотрим чего у нас стоимостью земли ну вот здесь она самая высокая конечно тут пониже но вот эти все симс потихоньку улучшится симс и симы не знаю как правильно назвать клиника медицинская у нас уже есть пожарный участок вот чего нам не хватало да а денег нету 30 тысяч в общем это такой быстрый одновременный туториал и первый взгляд и обзор и все в куче так что вот что вы имеете по на мой взгляд это просто отлично сегодня еще надеюсь если все выгорит смогу поиграть с друзьями и это будет нечто вообще мы ждали этого очень долго еще не придумали продуктов как будет специализироваться а и кстати специализация я не рассказал толком каждого города можно выбрать специализацию можно и несколько если вы осилите начиная там даты и горного бизнеса туризма производства электроники просто торговли да тут нефтяные добычи нефти только нефти по моему на больше ничего нет только нефти а и вот все остальные все остальные вынесены отдельно ну вот собственно и вам нужен я к чему все это говорил чтобы сбывать свои товары симам нужен товарный склад и есть такая штука как мировой рынок то есть реально действующая модель экономики где какие-то города производят что-то одно другие города производят что-то другое вы можете покупать это как на мировом рынке так и внутри своего региона у своих там городов городов или своих друзей преступность растет вот бандит поехал ем и нам нужно срочно ставить пожарную а стоит 30 почему я не могу выйти в регион название города слетела я же сказал это будут старые высюки вот давайте наверное посмотрим порядку все да почему я не могу я не понимаю я не понимаю почему они не дают перейти это не то не то это не то вот же обзор правильно дела и тут неплохо ну а вот загрузить это тоже старые высюки черт вот видимо из-за этого и проблема нужно какой-то из них назвать по-другому мы шахтерский городок здесь я добываю руду какую-то есть говорят какую тут у меня угольная шахта здесь угольная же собственно электростанция потому что угля у нас много это что такое строительство вот у меня товарный склад с которого я собственно это что такое уголь используется только для внутренних нужд а экспортирую я руду потому что она нафиг не нужна и за счет этого мой город в общем существует при небольшом положительном балансе потому что я вначале нахватал кредитов можно посмотреть да я все еще а нет я еще не я уже не выплачиваю ну а вот и пшу и у есть еще мой первый город в котором я всего подряд понастроил у меня чего только не было там у меня был метеоритный дождь и ураган но мне повезло они прошли мимо они были в моем регионе и прошли рядышком прямо с постройками вот город не знаю сколько я устроил 34 часа переработка отходов атомной электростанции паром на переправе который пока еще нафиг никому не сдалась потому что другой в регионе нету постоянная нехватка рабочих мест и жилья и кстати симов у меня здесь становится меньше у меня было почти 120 тысяч симов они разъезжаются а вот кстати то о чем я говорил видите в чем проблема я построил городской центр и и мне теперь некуда размещать модули все потому что я поставил школу близко к центру чтобы вы здесь быстро повысился уровень жизни но теперь и тут еще все есть такие маленькие домики смотрите как интересно как мы нормально живется рядом с взлетной площадкой вертолетная вот в общем у меня постоянный недостаток воды потому что в такие небоскребы воду качать устанешь потом здесь у меня было дикое загрязнение я только-только кое-как отползаю используя очистные сооружения только сейчас меня начинает что-то поправляться потом куча проблем с электроэнергией конечно ну то есть сейчас мне уже довольно неплохо за счет двух блоков атомной электростанции но до того как я ее построил у меня здесь была огромная куча солнечных батарей был потом я от них избавился и даже здесь сделал небольшой жилой район такой вот собственно появились трамваи нет трамвайные пути смотрите какая очередь среднее время ожидания 53 минуты черт бери у меня зато почти нет проблем с пробками как ни странно только разве что вот здесь почему-то откуда-то взялись проблемы ну и вода видите воды еле-еле как хватает это несмотря на то что у меня бог знает сколько насосов тут давайте поставим еще один неровный грунт а здесь маленькие запасы вот здесь так вот кое-как выбрались плюс видите уже очень сложно то есть 68 69 почти килолитров килолитров и вот этот вот центр исторический центр то что я называю то что у меня давно уже застроена здесь было всегда много воды и им хватает а вот тут уже начинаются какие-то перебои но с этим нет ничего нельзя поделать разве что разместить им здесь насосные станции маленькие но это не решит проблему у меня здесь вот еще одна есть ну тут не самое подходящее место насколько я понимаю да потому что тут воды мало мне бы поменять атомный электростанция наверное атомная кстати станция очень много воды потребляет если ей не будет хватать воды ну на охлаждение если я не буду хватать воды может бахнуть я бы на это посмотрел да я бы на это посмотрел ну и кстати можно модернизировать особняк мой рядом с особняком очень высокий уровень жизни по стоимости несмотря на то что здесь до заводов рукой подать давайте поставим что нибудь теплицу хочу вот собственно модуль сити холла я знаю что у меня доступен модуль сити холла но мне некуда его размещать уже и кстати из-за этого часть проблем модуль позволяют улучшать определенного типа постройки я поставил пожарную станцию там с пожарным вертолетом если он тут есть или там какие то другие улучшения я вас радостью поставил но у меня его нету вы посмотрите какие толпа людей где бы выпить хороший кофе трамвай чек доводили верболюд идет строительство вот собственно этот фильм что-то хочет там сказать про торговлю про приманка для туристов достопримечательности была у меня одна достопримечательность выставочный центр вот здесь но потом у меня начались огромные проблемы со водой я увидел что здесь много воды я просто его снес потому что он не окупал себя а вода была нужна вот ну и как я говорил в завершение мне совершенно не жаль посмотрите на эту суету которая вокруг нее разворачивается ох ёксель максель а это довольно забавно выглядит она еще и огнедышащая не очень здоровая атмосфера да ты что а как насчет огромной ящерицы которая идет по твоему дому ух ёксель она дошла до складов и химической промышленности вообще весь город должен судорожно сгрудиться в другой части нет что я не наблюдаю чтобы в другой части города кто-то паниковал весь город охвачен пламенем кстати посмотрите какие убытки вылетаем слишком глубоко мы не одни ящерицы так принесенные ветром бунт в лаборатории я так понимаю это будет продолжаться до тех пор пока она не выйдет за край карты ну конечно анимация того как она разрушается это выглядит довольно забавно нет только не мусорку она же уже стоит и не работает потому что никому не нужно вообще выглядит она довольно странно и больше похоже на ух ты смотрите он жрет мусор а вот это классно это очень забавно он похож не на ящерицу а на какую-то лисицу в чешуе все что ли а ящерица мертва сегодня ящерица мутант от ковалова сюки уничтожил трех жителей местные жители описывают ее как отвратительную гадость куча разрушений огромные убытки и всего-навсего трое погибших самов-самов все восстанавливается на этом мы просто поиск носим упс я снес чей-то дом что довольно удобно то мне не нужно будет заново распределять все это они вон уже отстраиваются заново катастрофы что тут было большой поле с парковкой давайте вместо него расположим и все город живет своей жизнью я зажалею о том что у меня нету других сумасшедших штук в запасе я бы с радостью и другой вам показал ну в общем примерно так это тот sim city который был точнее он очень сильно отличается но это именно то чего мы в общем то ожидали то есть мои оправдания ожидания все заговариваюсь надо заканчивать мои ожидания полностью оправданы я ничуть не жалею что потратил деньги и да она однозначно стоит этих денег так что если у вас ну и кстати да еще ходит в интернетах такое мнение что зачем за нее платить дорого как всегда найдутся люди которые скачать и играть бесплатно но я вам так скажу в этой игре не все удовольствие можно получить играя в одиночку как раз самый фанта начнется когда вы будете играть с друзьями а это вы можете сделать только на лицензии так что думаете думаете готовы вы потратить деньги или вас задушит жаба и вы лучше играете в одиночку собственно вот мое мнение полностью оправдало ожидания все что обещали в общем то по моему все сделали пока что крупных таких багов не выявлено особенно если учесть что игра только пятого числа вышла в америке а седьмого вышло только у нас тут все это выглядит очень даже прикольно и кстати настройки графики у меня стоят средние чтобы выдавало больше кадров хотя на самом деле даже при всем выкрученным на максимум она спокойно выдаёт 30 кадров при максимальном увеличении вот собственно спасибо что смотрели подписывайтесь оставляйте комментарии ставьте лайки с вами был Михаил всем пока